Девушки отдыхают 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 у тебя уже есть. Хорошо, Никита, твоя очередь. Где должны ходить пешеходы? Пешеходы должны идти по тротуару. По тротуару, верно. Держи в руках правильную карточку. Третий вопрос. Ань, твой. Где ездят машины? По дороге. Правильно, хорошо. Ты угадываешь раньше, чем видишь правильную карточку, и это замечательно. Четвертый вопрос. Где разрешается переходить улицу? На дороге плоских зебра. По пешеходному переходу, да? Да. Хорошо, а еще где? Ну, ищи нужную карточку. Еще. Так, сейчас дадим возможность Никите правильно ответить. Ну, где эта карточка с правильным ответом? Ищи. Там еще кое-что будет, дополнение по этому вопросу. Ну-ка, а где то, что ты озвучил? Пешеходный переход и... Никита, вот это все твои карточки. Смотри, все. Анюта, давай Никитка сейчас сам тоже сообрази. Ань, ну-ка, правильный ответ. Где разрешается переходить улицу? Помогай, Никите. По тротуару мы ходим, а перейти дорогу, проезжую часть, где мы можем? По пешеходу. Пешеходному переходу. Ань, ну, говори. По светофору. И пешеходному переходу. Ну, правильно. Чего вы так не уверены? Ребят, мы же переходим дорогу, где проезжую часть, именно ту часть дороги, где машины ездят. По светофору, либо пешеходному переходу. Растерялись. Итак, поскольку ответили на этот вопрос вы вдвоем, то по одной фишке каждому из вас я дам. После того, как мы закончим отвечать. Итак, пятый вопрос. Ань, твой. Как определить, где находится пешеходный переход? Пешеходный переход. Отвечаешь? Так, читай, что там написано? На дороге полоски зебра и знак пешеходный переход. Правильно, ребят. Зебра, обозначение пешеходного перехода. И, конечно же, знак. Вот он. Вверху. Итак, шестой вопрос. Никита, слушай внимательно. Как нужно переходить улицу? Как, надо переходить? Да, смотри карточки, читай и выбирай нужную. Быстренько, ребят, старайтесь отвечать. Время идет. Быстренько, глади нами, все пробеги карточки. Полоски, зебра и знаки пешеходного. Нет, Никита, это неправильный ответ. Ань, давай свой вариант. Спокойным твердым шагом, держа взрослого за руку, нельзя бежать, ехать на самокате. Совершенно верно. Это действительно правильный ответ. Итак, следующий вопрос. Какие пешеходные переходы вы знаете? Ань, твой вопрос. Какие пешеходные переходы вы знаете? Подземный, наземный, надземный. Правильно, подземный, наземный и надземный. Верно, молодец. И последний вопрос, Никит, для тебя. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? Попросить взрослого достать его. Правильно, ни в коем случае не бежать на дорогу самостоятельно. А попросить это сделать взрослого человека. Совершенно верно. Хорошо, ребята. Молодцы. В целом, вы неплохо справились с своим заданием. Давайте посчитаем, кто сколько фишек заработал. И я вам их сейчас отдам. То, что вы заработали. Никит, сколько у тебя карточек? Две. Две у Никиты. И больше фишек будет у Ани. Вот, я две тебе кладу. Считай, сколько у тебя фишек? Вернее, карточек одна. Быстренько давай. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Да, шесть. У тебя, значит, шесть фишек. Еще одну Никите на один вопрос же вы ответили вместе. Поэтому еще Никите одну третью фишку я сейчас дам. Так, 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 так. Четыре. Пять. Шесть. И у Никиты три. Итак, первый конкурс сыгран. А сейчас, ребята, я хочу вас познакомить с очень интересным человеком. Вы готовы ко встрече с ним? Отлично. Поворачиваемся к экрану. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Леонидовна. Я представитель такой важной и ответственной службы, как Государственная автомобильная инспекция, сотрудники которой обеспечивают безопасность дорожного движения на дорогах нашего города и области. Ребята, а вы знаете, что у сотрудников госавтоинспекции есть помощники? Да. Как вы думаете, кто это? Милит. Так, давайте слушать тетю Катю. Это ученики, которые помимо учебы в своих школах и гимназиях помогают взрослым и объясняют своим сверстникам простые правила безопасности дорожного движения. Они гордо носят звание юных инспекторов дорожного движения. Для того, чтобы учить других, юные инспекторы дорожного движения изучают правила дорожного движения, учатся в фигурной езде на велосипеде и оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Потом все эти знания они передают своим друзьям и ребятам помладше. Тем самым оказывают огромную помощь сотрудникам ГАИ. Ребята, я надеюсь, что за сегодняшнюю игру вы узнали много чего полезного и интересного. И думаю, что наверняка многие из вас захотели также вступить в ряды юных инспекторов дорожного движения. У вас есть все шансы, но главное – это ваше желание. А на сегодня у меня все. Я желаю вам успехов в игре и безопасности в жизни. Никита, Аня, наш первый конкурсный день с вами подходит к своему завершению. Но это еще не все задания, которые я для вас приготовила. Самым простым у нас считается конкурс с отгадыванием загадок. Вы любите отгадывать загадки? Да. Тогда я предлагаю сейчас поотгадывать. Согласны? Да. Итак, условия конкурса. Я читаю вам загадку, а вам необходимо после того, как я закончу читать, быстро направиться каждый к своему стенду, найти там отгадку и на скорость принести мне. Каждый правильный ответ стоит фишку. Если вы справитесь быстрее соперника, то дополнительно еще одна фишка за скорость. Все ясно? Тогда приступаем. Первая загадка. Вот стоит на улице в черном сапоге чучело трехглазое на одной ноге. Побежали. Что за чучело на одной ноге? Быстрее. Одновременно принесли, ребята. Так, только принесли у нас. Да, одинаковое. Что это у нас? Цветофор. Верно, верно. Примечались вы быстро, поэтому давайте к вам за скорость одну фишку и за правильный ответ каждому из вас. Хорошо. Не забывайте, пожалуйста, что это задание на скорость. У вас есть возможность заработать еще и за нее. Так, вторая загадка. Посмотри, силач какой. На ходу одной рукой останавливать привык пятитонный грузовик. Побежали. Быстрее, быстрее на скорость. Ах, подвела Анюту этот магнит. Подвел. Кто это, ребята? Милиция. Ой, я забыла. Как? Ну, открывается человек этой профессии. Нет, вспоминайте, как же, кто же вспомнит, как? Что он делает, этот человек? Он регулирует движение. Регулировщик. Регулировщик. Правильно. Ань, ты просто магнит сдвигай в сторону, не бери его в руки, чтобы он тебя не тормозил. За правильный ответ тебе фишку, а Никите за правильный и быстрый ответ две фишки. Держи. Так, следующая загадка. Что за знак такой стоит? Стоп, машинам он велит. Пешеход, идите смело, по полоскам черно-белым. Побежали. Никита быстрее побежал. Что за знак такой? Так. Так. Правильно ответил Никита. Знак называется пешеходный переход. Итак, Никита за правильный и быстрый ответ две фишки. Анюта, у тебя есть шанс еще отгадать правильно следующую загадку. Последнюю. Будьте внимательны. В этом месте, как ни странно, ждут чего-то постоянно. Кто-то сидя, кто-то стоя. Что за место здесь такое? Побежали быстрее. Быстрее. Ай, молодцы. Правильно и одновременно. Что это за место, где ждут все чего-то? Остановка. Остановка. Правильно, автобусная остановка. Ребята, очень быстро и правильно, поэтому не могу не дать вам каждому по две фишки. Умнички. Итак, ребят, первый конкурсный день завершен. Давайте подводить итоги, сколько удалось вам сегодня заработать фишек. Считайте. Итак, ребята, в первый конкурсный день у нас с вами получилась ничья. 11 фишек у Ани и 11 фишек у Никиты. Отличный исход борьбы. До встречи, ребята, завтра, во второй наш игровой день. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова